Всем привет! Сегодня буду чистить дубленку. Кожаную обливную с мехом внутри. Сначала я почищу мех, потому что мех пачкается внутри. Потом почищу вверх. Шкурки немножко стали жесткие, потому что она попадает под дождь, и я расскажу, чем я их смягчаю. Дубленка черная, но все равно у нее грязные пятна от грязи, от снега, от машины. Особенно подол пачкается очень сильно. Ее нужно периодически чечатка. Одна, я пользуюсь одной. Для очистки меха мне нужно две чашки, два стакана воды, ложку нашатырного спирта десятипроцентного. И три чайные ложки соли, обычной соли поваренной. Растворяю соль. Этим раствором я чищу мех внутри. Пятна пота и жира протирают смесью нашатырного спирта. Одна чайная ложка поваренной соли, три чайные ложки и пол литра воды. Так как мех в дубленке внутрь, он больше пачкается, чем наружный, он пачкается потом. Поэтому мне нравится вот этот способ, это средство. Беру белое полотенце, полотенце отжимаю. Здесь надо работать в перчатках, соленая вода пощипывает рамки. Тряпочку и прохожусь. Воротник, подмышки, спина. Хорошо отжимаю тряпку и по всему меху. Он внутри впитывает и пот, и наш запах тела. Поэтому надо чистить периодически. Изменяю травки, я ее смачиваю и опять прохожусь. Мех влажный, прохожусь расческой. Обычной расческой. Чтобы расчесать весь мех, придать ему направление. Для раствора мне надо пол стакана теплой воды. И чайную ложку обычного глицерина. Прямо беру чайную ложку, наливаю сюда. Тряпочку, смачиваю тряпку в этом растворе. И начинаю обрабатывать дубленку, не пропуская ни одного сантиметра. Прохожусь по всей дубленке. Этот раствор и очищает, и смягчает кожаное изделие. Грязь на тряпочку уходит, и глицерин, равномерно в воде размешавшись, распределяется по поверхности кожи, высохнет, и кожа станет мягкая, ухоженная. Этот раствор подходит для всего. Для кожаных курток, для кожаных сумок, для обуви, для всего кожаного. Но бывает, вдруг нет глицерина. Но вот нет глицерина, вам нужно чем-то удобрить свое кожаное изделие. Я беру опять полстакана воды и любую маску для волос. Вот, любую. Столовую ложку, но не с горкой. Вот. Маски размешиваю в воде, в теплой. В теплой воде она хорошо размешается. И также этим раствором пройдусь по всему кожаному изделию. И вот таким средством пропитываю тряпку и протираю все кожаные изделия. Хорошо отживаю, чтобы не очень влажно было. Если нет маски для волос, то возьмите кондиционер. Только не одну ложку, а две столовые ложки на полстакана воды. И также этим раствором по любому кожаному изделию. Опять же, это и уход, и очищение. Причем расход у этого средства очень маленький. Вот у меня осталось, еще я всю шубу протерла, дубленку протерла и осталось это средство. Я его не выливаю, я склеваю его в любую бутылочку, какая есть. Можно с пульверизатором, можно без. Как я использую? Замеченная в этом растворе тряпка великолепно подходит для любой кожаной обуви. Это и защита, и уход. Вот протираю. Она не замерзает на морозе. Вот это средство, оно остается таким же гладеньким, блестящим. Вот в течение дня обувь будет великолепно выглядеть. Видите, насколько это будет чище. Это тряпка смоченная вот в растворе с маской для волос, для всех кожаных изделий, для обуви. Даже не надо мыть. Вот пришел с улицы грязную. Мочу тряпку и протираю. Грязь останется на тряпке, уход останется на сапушках. Последнее, в том случае, если вот бывает совсем жесткая кожа, я беру любое масло для волос. Вот у меня сегодня такое. Неважно какое, абсолютно любое масло для волос. И вот маслом для волос обрабатываю вот эту часть поверхности кожи, где она грубая. Через 5 минут кожа превращается просто в бархат. Все, моя дубленка чистая, мех чистый. Кожа черная, гладкая, блестящая, ухоженная. Глицерин – это древнесоветский рецепт. На сегодняшний день мне больше нравится маска для волос или масло для волос. Потому что там современные силиконовые формулы, они лучше всего защищают кожу, кожаные изделия. Глицерин хорошо, ну это как бы уход, но лучше всего маска для волос. Так что вот такими средствами я ухаживаю за кожаными изделиями. Мех почистила, шубу протерла, кожу привела в порядок, можно носить. Вот прошло 5 минут, впиталось средство. Вот такое мягкое стало изделие. Просто складывается. И расправляется, не гнется. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока!